Доброе утро, понедельник. Наш любимый понедельник, наш любимый спорт. Да, Руслан Васильев. Сергей Канашец. К сожалению, конечно, у этого понедельника есть как радостные, так и печальные очертания. А печальное то, что все, как и говорили, мы лишены хоккейных перспектив Минского Динамо, по крайней мере, в Кубке Гагарина. Вчера окончательно и бесповоротно случилось то, что и должно было случиться. Выиграли мы у Йокерита в овертайме. Ну, это первая оказалась победа и шансы даже теоретически участвовать в плей-вов потеряны. Да, и еще про биатлон сегодня поговорим. А начнем, конечно, с тенниса. Ну, теннис, теннис наше все. Давай представим вот это. Эдуард Дубров, капитан нашей команды. Капитан это главный тренер в теннисе. Ника Шитковская, запасная наша молодая, подающая надежды. И дочка хоккеиста Сергея Шитковского. Вера Лапко, победительница Аустрального опен-юнерского. Саша Соснович, главная героиня этого матча. Спаситель страны. Да, и Ольга Говорцова. Вот прекраснейший состав, который победил Канаду со счетом 3-2. Без Виктории Азаренко. Наверное, о чем тоже необходимо поговорить, потому что ситуация, конечно, непонятная. Что ты думаешь по этому поводу? Ну, прежде всего, я испытал огромное разочарование. По той простой причине, что неприезд Азаренко, причем необъясненный, он интерпретируется сейчас весьма жестко и весьма по-разному. Но от самой спортсменки, как и, в принципе, и от Федерации особой информации нет. Где она? Почему не приехала? Почему проигнорировала матч? Все это заставляет кое-кого критиковать ее в отсутствии патриотизма. Другая версия, что поражение в Австралии от Кербер в 1-4 финала произвело на нее такое психологическое воздействие, что она сейчас находится в таком состоянии. Состояние Гроги, да. Потому что какое-то странное она составила сообщение и в социальной сети. Как там? Я даже и не буду цитировать, потому что там непонятно, кому обращено, для кого это все. Что-то про ложь, в общем, какая-то неоднозначная ситуация. Если бы, не дай бог, мы бы проиграли в этом матче в Канаде, на который мы отправлялись в качестве фаворита, особенно мы ждали и Викторию. Так вот, если бы мы проиграли, бы, конечно, ситуация с ее недоездом усугубилась. Но так лучше говорить, наверное, о Соснович, чем присоединяться. Знаешь, как к критикам Азаренко, знаешь, как у музыкантов есть такая присказка. Я работаю в хору, все орут, и я ору. Мы, наверное, уже хватит поорали по поводу Азаренко. Азаренко, я не знаю, что с ней будет дальше, как это все будет у нее складываться, и вообще, когда пойдет информация о чем, почему ее не было. Да, вот давай подождем того, когда это будет пролито свет на эту непонятную пока историю, а он будет разъяснена, она наверняка. В этой истории действительно самое странное, это то, что никто ничего не сказал. Сама Вика не сказала, ну, просто расскажи, как и что, и все, сразу все вопросы снимаются, правильно же? Ну, хотя бы большинство из них. Большинство. Если бы и остались бы, так это дело другое. А так, вообще, таинственная история, действительно, заставляющая подразумевать какой-то психологический срыв. Ну, не дай Боже. Да, ну, подождем, в любом случае. Но любая проблема всегда рождает новых героев. И вот из недоезда Виктории родился герой Александр Соснович, который выиграл два одиночных матча. И в паре с Ольгой Дворостовой решающей. Да, сразу же после второй одиночки воскресной она вышла на поле. Молодая наша теннисистка, подающая тоже большинство. Я, кстати, знаешь, вот теннисный люд, он очень разношерстный. И я знаю одного нашего коллегу, чьи дочери тоже пытались играть в теннис. И который некогда, когда там зашла речь о Сосновиче, о публикации, совсем еще юной девочкой интервью с ней, говорит, да кто это такая, да из нее ничего не будет. Кажется, я догадываюсь, о ком ты говоришь. Ну, неважно, да. Значит, там это, и вообще она, у нее возраст неправильный поставлен. И вот эти все родительские, эти интриги, конкуренция, вот это, когда за своих отказывают в действительности, в признании таланта тем, кто этого заслуживает. Все, теперь уже ни у кого. Да хотя давно уже, в принципе, когда она вышла на Солиду, вот теперь она уже вышла на уровень героя страны. Это действительно так, потому что матч она вытянула, при том, что Говорцова, опытная теннисистка, не оправдала надежды. Почему-то проиграла. Ну, потому что она была слабее соперницы, вот поэтому и проиграла. Она же достаточно убедительно, если можно использовать такое слово, проигрывала, и там никаких вопросов не было. Но, к счастью, и она в парной встрече собралась. А Санкович изначально же не планировалась на пару. Соснович. Да, 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 Соснович, да. Но наставники поговорили с ней, это было же видно, сразу наш капитан Габарил после второй одиночки. Да, Вера Лобко была заявлена в пару вместе с Говорцовой. И решили объединить ее на кураже с Говорцовой, и сил хватило. И слава богу. Теперь мы вышли в нокаут-раунд. Плей-офф мировой группы. Да, там, правда, соперники Италия более-менее, Румыния более-менее. А вот Россия и Германия уже не хотелось бы попадать. Серьезно. Ну, хотя я хочу сказать, что если мы так... Теперь же мы не знаем, что будет с Азаренко дальше. То есть, как ее отношение к выступлению в Кубе. Да я думаю, что все нормально будет дальше. Федерация. Потому что одно дело, если мы с Азаренко, то в поединках, допустим, с Италией и Румынией мы фавориты. Если без Азаренко, то мы во всех четырех встречах аутсайдеры. Ну, а с Азаренко мы, в принципе, фаворитами можем быть и... На равных с Германией, на равных тогда с Германией, с Россией нормально. С Гербер это будет вообще суперматч по нынешнему. Ну, тем более, что Гербер пока сыграла только один турнир, и пусть она и сыграла его блестяще, она и выиграла его австралийский чемпионат. Но пока стабильности она особо не демонстрировала, поэтому посмотрим, что будет дальше. Но мы же не знаем еще кого нам выберет жребий. Поэтому, пан, дождем чуть-чуть и еще раз поаплодируем и всей нашей команде, и персональной Александре, и нашему капитану, который... Команда победила, победила и тренер. Мэтр теннисного цеха Эдуард Дубров. Ну, действительно, человек, который в эпоху СССР еще стал работать тренером, играл очень... Ну, чемпионат СССР был, в общем, достаточно мощный турнир. Да, хороший турнир был. Да, поэтому вот запомните это. Да, то есть, дай Боже, мы пройдем и дальше. И все проблемы и непонятности с Азаренко, они тоже объяснятся, разъясняются и испарятся. Да. А мы ко второй теме. А что это вы здесь делаете? А? Кино-то уже кончилось? Все, финита ля комедия, да, кино окончено. Ну, отмучились, это называется. Отмучились. И с другой стороны, ну, действительно, команде нужно отдать должное. После поражения в Нижнекамске, то ситуация была уже не просто критическая, она была смертельной. И все это понимали. И, тем не менее, на матч с Йокеритом вышли, играли, боролись. Вот, Йокерит, конечно, был, ну, как, тяжелейшая у него выездная серия, там, более пяти матчей. Это последняя, они уставшие тоже. Но и гостями не везло нам в первом периоде, во втором, там, как они нас прижимали. Но мы боролись, бились, в итоге отыгрались, перевели в игру в овертайме, хотя это уже автоматически означало, что мы пролетаем мимо плей-офф. Но все-таки мы одержали даже победу над Йокеритом, став таким образом сокрушителем Джокеров уже не первый раз за сезон. Но плей-офф нет, естественно, отношение критическое, потому что мы все думали, что мы готовим нашим конкурентам по борьбе какую-то западню хитроумную, оказалось, что мы изготовили глупость. Так и порой бывает. Оценки, подводить, отдаваться оценки всему сезону, ну, давай вспомним, что мы, как плохо мы стартовали. В августе играли совсем плохо, не набирали турнирных баллов. Потом, вроде бы, как именно, вот Йокерит у нас какая-то круг, там круг замкнулся. Мы прилетели в Хельсинг играть с Йокеритом, матч, который, вроде бы, должны были обязательно проиграть, потому что Джокеры там и были лидеры и чемпионат. Все, но мы выиграли 1-0. После этого как-то появились надежды, появились какие-то и результаты. Потом это непонятная отставка Поковича. Потом пертурбация. Долгая тягомотина с Ковалевым. Но как только его назначили, так сразу провал пошел в 2016 году. И ведь самое страшное для Ковалева как наставника, вспомни, как протекали матчи в Челябинске и в Нижнекамске. То есть последние, фактически, ключевые бантали. Первый, второй период еще более-менее. В третьем соперники, не хватающие звезд с небес абсолютно, чуть-чуть взвинчивали скорости. И команда, наша команда, Динамо, просто разваливалась, как карточный домик. То есть, значит, она не готова физически. Ее не хватало. А ей готова физически, значит, не готова и психологически. И так далее, и так далее, и так далее. И все взаимосвязано. А кого будем обвинять в том, что она не готова физически? Вот смотри, тренера по физподготовке, который не справился. Или систему игры, которую изначально ставил Покович? Ты понимаешь как. Во-первых, ты, по-моему, спутал божий дар с яичницей. За все отвечает главный тренер. А физическая и функциональная подготовка – это две рельсы, которые, ну, как бы на них все и базируется. Именно по ним идет пояс. А что там с системой игры – это дело второе. Тут какая бы система бы ни была, но если у тебя нет сил, и ты не готов функционально, то ты не в любой системе игры провалишься. Это за все отвечает главный тренер. Поэтому тут вопросов других версий быть не может. Другое дело, что в какой части, то есть кто его подставил из своих ассистентов. Кто подставил Кролика Роджера. Это вопрос другой. Что будет дальше? Вот интересно. Что будет дальше? Вот твой вариант развития событий. Как ты думаешь, Ковалев, если уйдет, кого надо брать на его место? Ну, прежде всего, нужно отметить, что на прошлой неделе стало окончательно понятен, разрешен вопрос, будет ли «Динамо» продолжать играть в континентальной хоккейной лиге. Потому как после той, ну, так скажем, не очень дружественной акции со стороны лиги, когда белорусские хоккеисты были признаны легионерами в российских командах. У нас уже были, мы поднимали эту тему, о том, что мы можем выйти. Но мы будем играть. И это уже решено. С кем мы будем играть? Я так думаю, что главный тренер поменяется. Потому как, ну, Андрей Робертович, он не убедил в своей профессиональной состоятельности, при том, что, ну, так и тяжело вспомнить, какие у него были успехи на фронте, на тренерском фронте и ранее. В качестве помощника того же нашего словацкого специалиста, там, Любомира Понковича, он смотрелся вроде бы, естественно, неплохо. Ну, а когда вышел на авансцену, то он не получился. Кто будет вместо него? Мне кажется, что все-таки будет сделана попытка привлечь какого-нибудь иностранного специалиста. А не думаешь насчет Михаила Захарова, например? Я бы подумал, но подумает ли это в руководстве клуба? Мне кажется, это был бы очень хороший ход. Мне было бы интересно. По крайней мере, мне было бы интересно, что бы у Михаила Михайловича получилось. Но это интересный вариант. По крайней мере, физическая команда, мне кажется, была бы готова. Да, вот этому он уделяет большое внимание. Это у него школа Корекунова. Он является одним из его учеников. Поэтому, да, кто будет играть, опять-таки, вопрос. Вопрос по североамериканцам весьма тонкий и сложный. Нужно ли их сохранять? А с другой стороны, а если от них отказываться, то где брать лидеров? Нет, ну, Эллисону-то тоже надо сохранять, потому что человек действительно мастер. Ну, допустим, по Эллисону-то, по Щефура, Чичу, Вески, Гундерсон. Гундерсон, по-моему, мне... Если мы сохраняем Бейлена, у нас он подписан еще, то, значит, мне кажется, что им тесно в одной команде. Они должны разойтись. То есть, как горцы. То есть, должен остаться кто-то один. И, естественно, это должен быть Бейлен. Так вот, если мы вдруг, ну, как скажем, обновляем нашу команду состав и избавляемся от легионеров некоторых, то кого мы приглашаем? Кто станет лидером этой команды? Кого? Михаила Грабовского, конечно. Опять-таки, да. Как вариант, а почему нет? То есть, люди же возвращаются. Ковальчук вернулся. Вот если Михаил Захаров бы возглавил «Динамо», то шансы на то, что Михаил Грабовский приехал бы к нему. У Михаила несколько иная ситуация на личном фронте, чем у того же Ковальчука. Это надо отметить по той простой причине, что он все-таки женат на североамериканке. И поэтому там есть свои нюансы. То есть, где его, так скажем, дома уже он раздвоился по полной программе, что, в принципе, и нормально в житейском отношении. Так вот, будем ли мы пытаться созвать лучше кое-кого из белорусов, в которые могут составить лидерские звенья? Будет ли играть Калюжный? Потому что Калюжный, безусловно, лучший игрок команды в этом сезоне на пару с Эллисоном. Это, ну, в последних вообще матчах они вдвоем и вытаскивали, фактически, «Динамо» сохраняли на полу. Мне кажется, это зависит от того, устал ли Калюжный вообще от хоккея, от такого ритма жизни. Сундя по тем эмоциям, которые вот у него же, у капитана были наиболее яркие и показательные эмоции, то есть, он еще горит. И дай бог, чтобы он продал. То есть, это ему еще интересно. И, по-моему, он очень переживает. И он очень огорчен тем, что случилось с зубрами. Этот невыход в плей-вов, по-моему, для него становится настоящей драмой. Но Калюжный есть Калюжный. Это, во-первых, мастер. Во-вторых, это мастер еще раз. Потому как, ну, такой отдать пас, так замкнуть, так играл. И он же вынужден был играть, опять-таки, очень много матчей на той позиции, от которой он хотел, уже отказывался решительно. Это центрофорвард. Он предпочитает уже играть на фланге. В общем, нет претензий, конечно, к Эллисону и Калюжному. И то, к Эллисону еще я бы поспорил. Калюжному нет на 100%. А больше так и выделить некого. Вот такой вот сезон получился у нас. Да. Теперь они будут закатываться в то время, как все остальные начинать играть только. Удачники, да. Настоящий хоккей, в принципе, в КХЛ начнется только в третьей декаде февраля в конце. Ну, а мы будем ждать чемпионата мира. Сегодня, кстати, Юис собрал еще в очередной раз. Да, первая тренировка сейчас проводится. Которую смог собрать. И вот будут. Да, а так чемпионат мира – это наше следующее центральное, если, конечно, именно центральное событие, которое станет интересным для всех болельщиков. Это 5 мая. Мы играем в Санкт-Петербурге. Первый матч. Да. Ну, а сейчас встретите. Эх, киса. Мы чужие на этом празднике жизни. Ну, вот такой лейтмотив всего биатлонного сезона, наверное, что мы в некотором роде чужие на этом празднике жизни. Пьедесталы, медали, цветочные церемонии – все это как-то не про нас. Ну, я понимаю, что тут про эти факты уже не попрешь. То есть медальные церемонии не про нас, а цветочные, простите меня, все-таки три штучки у нас добыли. Три цветочка нам досталось. Три цветочка, три букета, простите, у Скордины имеются. И ты знаешь, ну вот как относиться к результатам этапов Кеннери? Давай представим себе. Во-первых, перелет. Перелет. Да, туда-сюда. Все летели. Все летели. Нет, нет, нет. Вся Европа туда летела. Одинаково через океан, на самолете, на ракете. Да, но когда? И акклиматизация была у всех. Нет, ну когда? Понимаешь, вот ты говоришь, а вот сборная Казахстана, которая, допустим, ну выступила круче, чем Беларусь, она улетела в Северную Америку сразу после прообведения этапа Кумка Мира в Антхольдсе. То есть она там уже сидит две недели. То есть они проводят там сбор. Они решили проводить сбор на той же высоте практически, но на североамериканском континенте. Норвежцы туда основным составом не полетели, в Кенмар. А в Прескайл прилетят там брать Бео на эту неделю, а Свенсона и Берндалина там и не увидят. Кстати, про норвежцев, чтобы не забыть, их можно поздравить с тем, что у них появился очередной астматик. Лабилун наконец-то официально признан очень больным человеком, и поэтому, возможно, его результаты поедут в гору. Потому что все больные – это перспективные атлеты. Это ирония, но это и правда, потому что так и бывает. Потом смотри дальше. У нас состав был так себе. У нас был прекрасный спринт мужской, о чем мы говорили еще в пятницу, и о чем забывать не стоит. При этом немцы, они тоже, в принципе, в личных гонках выступили. Так тебе Россия вообще ушла в тень после Антхольца. Такой пик, взлет и такая яма. Одним словом, получается, что мы выступали составом странным, молодежным. Панфилова, она вообще готовится к следующему сезону уже сейчас. То есть, никакие задачи... Слушай, ну это так оригинально вообще, это готовится. А я готовлюсь стать отцом. Вот это из той же оперы. Чего это в этом сезоне готовится к следующему? А нельзя так, чтобы вот утром деньги, вечером стулья? Нет. Этот сезон пускай... Нет, нельзя. Потому что мы работаем с таким человеческим материалом. Это еще раз. Она пропустила прошлый сезон, и для того, чтобы ее поднять на ноги, то есть вернуть ее кондиции, именно принято такое решение. То есть, потенциал ее организма не позволяет с места в карьеру запустить ее на большие нагрузки. Нельзя. То есть, это каждый индивидуально. Ну, ты же сам знаешь, что все зависит от таланта, от состояния здоровья, от возраста. Она же уже не может... Тебе бы адвокатом работать, цены бы тебе не было вообще. Ну, не знаю, не знаю. Некоторые видят меня прокурором. Ну, здесь ты, конечно, отмазываешь нашу биатлонную сборную уже не первый раз. Ну, хорошо. А как ты ее критикуешь? Ну, давай, критикуй. А что тут критиковать? Ты посмотри на результаты, вот тебе вся критика. Больше ничего и не надо говорить. Кого? У всех. Ну, называй фамилии. Не надо этой огульности. Всю сборную, что ли? Ну, давай, перечисляй. Надежда Писарева. Не, ну, Надежда Писарева... Она заболела, конечно. Она ее не была. Давай по последнему этапу. Ну, что можно хотеть? Владимир Чепелин. Ну, по эстафетам. Юрий Лядов. Нет, давай те, кто выступал... Нет, ну, почему те, кто выступал? Вот тебе Владимир Чепелин, Юрий Лядов. Парируйте, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Лидеры нашей мужской сборной. Изменилась методика тренировок. Ну, вот. Причем, как говорят... Почему вместе с методикой тренировок не изменились результаты в лучшую сторону? Значит, так. Дай ответить же, да? Хорошо. Изменилась методика тренировок. Причем кардинально. У молодых спортсменов привыкание к этой новой системе, оно идет быстрее. У них меньше инерция. То есть, у более опытных, типа Лядова и Чепелина, есть инерция больше. Им труднее. Но, опять-таки, если тренеры говорят, что будет прорыв, и они не списывают сайт счетов того же Лядова, а уж Чепелина они точно вендят на чемпионате мира ВОСА, то значит, нужно подождать. Да. Ты мне еще Ницше начни цитировать, как говорится. Слушай, ну хорошо, Дуборезова. Дуборезова это тот же случай, при том, при всем, что она и раньше не демонстрировала ни стабильности, ни высоких результатов. Какие... А почему она не спрогрессировала тогда? Тоже изменились? Условия тренировок или что-то? Ну, Дуборезовая весьма... Ты имеешь в виду... Ведь летом все говорят, что вот мы все прогрессируют, потихонечку прогрессируют. Не, ну так... А наступает сезон, что-то никто не прогрессирует. Не стреляет, не бежит. Опять-таки... Хоть бы что-нибудь одно было. Это немного огонь. Но если взять результаты в стрельбе, то ты не поверишь, что у Дуборезова резкое улучшение результата. А тогда как же она раньше стреляла? Плохо, ты же помнишь. Освратительно. А сейчас просто плохо. Нет, теперь она стреляла... А первый этап в Эстерсунде, когда она фактически... Руслан, когда это было? Это весь сезон. Понимаешь, человек... Но все равно по стрельбе у нее есть улучшение. Нет улучшения по скорости, по ходу, да? Но это, опять-таки, это опытный спортсмен, которому трудно перестроиться. Во-вторых, мы же говорили раньше, еще год назад, что Дуборезов, вот очень многие... Тот же, допустим, наш коллега Гомберниев на российском телевидении, он ее все кричит лыжницей. А это подразумевает то, что она должна быть быстрой. Ну, а нас... Это белорусская лыжница. Но это надо уточнять всегда. Быстрых быть не может раз. А во-вторых, у нее... То есть, организм спринтера. То есть, уже дистанция 5 километров уже для нее много. Вот 2,5 ее хватает, Жалко, что в биатлоне нету 100 метров, как в легкой атлетике. Жалко. И стрелять, если бы еще не надо было. Не надо было. Она бы выигрывала. Может быть, да. Может быть, да. Так и... Если бы, понимаешь, у нас мы бы знали о том, что у нас, ну, просто уникальные по потенциалу и данным и всей предрасположенности спортсмены в команде собраны. Все как один. И при этом они не показывают каких-то результатов. Это было бы одно. А так у нас, простите меня, нету лидера, действительно, выдающиеся спортсменки. Домрычевы сейчас. Скордина, в принципе, бежит и выступает, как от нее всегда. Ну, Скордина свою силу. Здесь можно согласиться. А при этом есть молодежь и есть спортсмены, которые, ну, мягко говоря, они ниже среднего уровня мирового. Это касается и Дуборезовой, и Писаревой, и Юркевич. И Кривко. И Кривко, конечно. Конечно. Кривко пока еще, кстати, относится к молодым спортсменам, чей потенциал только раскрывается. Отдельные взлеты есть. Ну, тоже вот человек приезжает и сразу занимает 19 место на этапе Компка Мира. Это Воробей. Это что, не взлетик? Взлетик мы его отмечали. Нет, ну, Руслан, я понимаю, мы подождем чемпионата мира, да. Вот, а дальше же посмотрим. А дальше посмотрим. Я же говорю, что... Готовьте аргументы, товарищ адвокат. Да, да, да. Буду готовить, но только там уже адвокатов быть не может. Там уже либо работа тренеров будет признана удачной, либо неудачной. Либо неудачной. Уже третьего, уже бегать между струей будет нельзя. Хорошо. Ну, сейчас побегали между струей немножко, да? Да. Да, хорошо, что ты использовал множественное число. Спасибо тебе. Ну, а на этом все. Понедельник только разгорается, а мы свою программу заканчиваем. Сергей Канаршин. И Руслан Васильев. До следующих встреч. Счастливо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова